В Нижней Пёше открыл дверь физкультурно-оздоровительный комплекс. Этого события жители села ждали с прошлого года. Заниматься физкультурой в Пёше очень любят. Подтверждение тому очереди в долгожданное спортивное учреждение. Больше всех открытия физкультурно-спортивного комплекса ждали школьники. Уроки физкультуры для младших учеников Пёшской средней школы проходили в помещении детского сада, где уже третий год временно размещена начальная школа. Учащиеся сдвигали парты к доске и занимались. Старшеклассники постигали физкультуру в здании Дома культуры. В зрительном зале они осваивали тренажёры, а в танцевальном приобретали навыки прыжков в высоту при помощи скакалки. Сегодня эта проблема осталась в прошлом. Уже в новом учебном году ребята будут заниматься в долгожданном фоке. Спортивный зал на первом этаже укомплектован волейбольным, мини-футбольным и баскетбольным инвентарём. На втором располагается малый теннисный зал, раздевалки, душевые комнаты. Также есть тренажёрный зал, но пока он закрыт. Ждёт приезда инструктора из Архангельской области. Но и без него ФОК пользуется большой популярностью среди местных жителей. В сутки проходит примерно от 40 до 60 человек. Разные возрастные группы. С директором сделан график, чтобы занималась и школьная площадка, и дети приходили на свободное посещение, и в вечернее время занимаются взрослые. То есть работает игровой зал. Это под мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннисный зал работает. Радости очень много. Прямо Любовь Леонидовна, Ружникова у нас, генеральный директор, она говорит, прямо жалко даже, когда занимается один возраст, например, старшеклассники, младших не пускаешь, и говорит, прямо жалко им отказывать. Очень скоро будет достроен ФОК и ВОКСИ на физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами возводит компания-подрядчик «Стройуниверсал». Строители обещают сдать объект уже этим летом. Завершены работы по монтажу системы отопления и наружной теплотрассы. В здание подано отопление. В ближайшее время строители закончат внутреннюю отделку комплекса. В настоящее время завершены отделочные работы в самом здании спорткомплекса. Сейчас ждут снижения поводковых вод для того, чтобы завершить благоустройство территории. И по словам генерального директора «Стройуниверсал» Александра Колыбина, 17 июня из Санкт-Петербурга будет отгружено спортивное оборудование и, возможно, к 25 июня оно будет доставлено до Оксина. На сегодняшний день ФОКи построены и работают в Котке на Красном и Нельменом носу. Государственные программы по развитию физической культуры и спорта в Неницком округе предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации аналогичных сооружений в Великовисочном, Андиге, Оме и Тельвиске подходят к завершению строительства ФОКа в Неси.